Актер кривого зеркала Карин Аванесян, который вечно играет клоунские и неуклюжие роли. Теперь стал клоуном и за пределами российского ТВ. Аванесян наглейшим образом заврался на тему того, что в Баку якобы отсутствует русский язык. Лгун и неблагодарный которого вырастила азербайджанская столица утверждает о том, как здесь искоренили русский язык, в то время как более половины Баку разговаривает на русском языке, в школах дети обучаются и в русском секторе. Особенно нагло прозвучала фраза о том, как здесь больше нет русских, евреев. Как будто клоун кривого зеркала не знает, что это Армения моноэтническая страна. Азербайджан во всем мире известен, как многонациональная и толерантная страна, где проживает много национальностей, в том числе и 30 тысяч армян. Кроме того, когда Аванесян говорит о том, как армяне уехали из Баку, он умалчивает о причинах. Ты говоришь, что из Баку уехали тысячи армян. А почему ты не говоришь о том, с чего все началось? Почему не говоришь о погромах в Кафане в 1987 году? Лжешь, негодяй. Лжешь обо всем, что ты говоришь в этом постановочном и проплаченном интервью. Предлагаем посмотреть, как лжет Аванесян, выросшая в Баку. Я родился в Баку. Там я учился, там я жил, но потом я успел в 85-м году, 86-м году, я не знаю, то ли я почувствовал, то ли что, переехать в Москву, внедриться в московскую культуру, стать актером Москонцерта, Московской эстрады. Но мои-то близкие остались там. И когда все это только начиналась моя семья, моя сестра с детьми маленькими, моя мама, муж сестры, они были в таком ужасном состоянии, когда... И мы все верили, что не может наша страна, Большая Советский Союз, быть безучастным. Оказывается, может. И когда уже стало просто невыносимо, я взял мою семью, моих близких, перевез в Москву. Надо было спасать, надо было близких моих. И когда мои приехали сюда, это было вообще просто и знаете, как они приехали? Мама взяла немножечко продуктов, вещей. Все самое ценное, она оставила дом, потому что она надеялась, что мы еще вернемся. Но мы уже никогда не вернемся туда, понимаете? Вот это самое страшное. Как-то меня спрашивал один журналист, вот как вы относитесь к городу, в котором вы жили? Я всегда говорю, что когда я жил там, это был другой город. Это был город, где жило очень много армян, русских, евреев, греки были, разные азербайджанцы были, был другой город. А вот как вы сегодня относитесь? Как я могу сегодня относиться к этому городу? Во-первых, я его не вижу, я его не знаю. Во-вторых, судя по тем видеоматериалам, которые я однажды попросил одного товарища, просто снять кусочек моей улицы и дом, в котором я когда-то жил. И вот он когда с видеокамерой прошелся по самому русскоязычному городу Кавказа, я имею в виду 70-е годы, и вдруг я не услышал ни одного русского слова, вот эта камера прошлась, поэтому я понял, что по сегодняшнему Баку я не могу скучать, потому что я его, этот сегодняшний Баку, могу увидеть каждый день на любом московском рынке. На базаре они стоят, сегодняшние бакинцы. А те, которые были когда-то там, сегодня живут кто в Ереване, кто в России, кто в Германии, в Израиле.